С сегодняшнего дня началась пасхальная неделя, или как ее еще называют, Светлая Седмица. Продлится она до следующего воскресенья. Неделя эта продолжает собой праздничный день, Пасху. Есть у Святой Седмицы свои традиции. О них расскажет Оксана Ступа. Накануне православные отметили Пасху, главный праздник для верующих. Нынешняя неделя называется Светлая или Святая Седмица. Все это время принято поздравлять друг друга со светлым праздником и проводить семейные торжества. Неделя потому и называется Пасхальной, что продолжает собой Светлое Христово Воскресенье. Праздник всех праздников, как именуют Пасху, верующие христиане. В храмах республики в Светлую Ночь было многолюдно. Быть надо в церкви, простоять богослужение, затем разговеться. Перед этим, конечно, опоститься надо. А вы соблюдали пост? Обязательно. Весь пост соблюдал, все 49 дней. Сложно было? Сложно было, но ничего, терпимо, нормально. А на Пасху в храм ходили? В храме был сыночный, простоял, конечно. Христовое воскресенье, которое весь народ отмечает этот праздник. А как вы отмечаете? Мы с семьей печем куличи, яйца красим. Я сама первый раз делала вот в этом году Пасхи, только вот купили эти формочки и начали делать. И теперь, наверное, будете каждый год печь? Да, всем понравилось, поэтому буду печь каждый год. Я празднуюсь со своими родными и близкими, потому что я считаю, что это семейный праздник, и все должны праздновать его в кругу семьи. Это еще один хороший повод собраться со всей семьей, прийти к бабушке. С самого детства такая традиция. Мы приходим, умываемся в воде с копеечками, с крашенками. Есть у Пасхальной недели свои обычаи и традиции. Так, например, все эти дни нет поста. Можно есть яйца, мясную и молочную пищу даже в среду и пятницу. А в церкви повторяется одна и та же служба. Она целиком поется, ничего не читается. Во время каждой божественной литургии совершается крестный ход, как символ шествия жен-мироносец ко грубу Христа. Еще одна особенность. Эти семь дней в храмах открыты царские врата. Прихожане могут наблюдать за тем, что происходит в алтаре. Светлая седмица, дни святые. Это не время загула и пьянства. Всю неделю принято вести скромный образ жизни, делать добрые дела, больше отдыхать и гнать плохие мысли прочь. А еще нужно обязательно найти время, чтобы посетить храм.